добрый день всем мы с вами в рубрике слово агрария меня зовут ружкина людмила я маркетинг менеджер по защите семян зерновых и хочу вам представить сегодня своего гостя здравствуйте антон колесников я из краснодарского края блогер ну блогер это такое как хобби можно сказать да вообще работаю вместе с отцом у нас фермерское хозяйство вот занимаемся растеневодством всем привет друзья тяжелая уборка выдается у вас в этом году кстати новинка наше новое приобретение ты хочешь зайти работать по температуры не позволяют холодный март дождливый не позволял нам зайти я поехал все всем пока друзья всем удачи скажи пожалуйста твой скажем путь сельском хозяйстве как раз таки начался потому что но это преемственно семейное либо еще какие-то причины этому послужили да можно сказать наверное что это семейное преемственность мне принципе с малых лет как бы нравилась вся эта история и я там ну как обычно дети наверное да просился с папой все время там папа возьми меня на поле папа возьми меня в тракторе там прокатиться и так далее как-то это все было дай порулить да все это было на таком уровне ну и затем уже по окончанию школы не стояло вопроса о том какой выбирать вуз какой выбирать факультет поступил кубанский государственный агро-университет на агрономический если быть точнее то на агротехнологический факультет он так неофициально назывался фермерский образован был в девяносто первом году кстати именно вот как-то начали разваливаться колхозы появились первые фермеры в россии соответственно видимо был такой запрос от общества и появился вот такой факультет я скажи какая любимая культура сложно сказать но наверное любимая культура кукуруза все таки не знаю почему у меня к ней такое вот какое-то отношение могу сказать рассказать небольшую историю кукуруза стала наверное таким локомотивом скажем так в истории нашего хозяйства и как мы сумели получить 2004 году неплохой урожай там конечно сегодняшних реалиях многие скажут что это немного да ну 6 тонн с гектара мы собрали но самый интересный момент был то что убрали мы ее весной она простояла всю зиму ну так получилось да она простояла всю зиму мы убрали ее весной продали ее по хорошей цене тогда это позволило нам построить наш первый склад купить несколько тракторов тогда было тогда вот это как локомотив стал поэтому такая вот на любовь к ней сформировалась здорово в целом какие культуры вас основные хозяйстве основная культура это зимая пшеница ну и сопутствующие кукуруза подсолнечник горох зимы раз что-то новенькое планируете попробовать или как бы пока ограничить с этим перечнем и надо сказать что перечень не маленький ну новая у нас не такое большое хозяйство площадь пашни вас не небольшая для нас рапс в принципе это как относительно новая культура мы выращиваем его последние наверное где-то лет 5 до этого рапса у нас никогда не было всего обороте введение новых культур сейчас ну наверное пока нет не планируется возможно это будет соя засматриваемся на свою но пока вот просто засматриваемся у нас ограничивающий фактор это климатические условия нас довольно таки жарко летом как раз вот в период цветения поэтому у нас вот из кукурузы почему я сказал что вот она вроде бы любимая но вплоть до того что там бывало как мы и даже вообще тоже не выращивали то есть года два три у нас не было кукуруз все в обороте сейчас опять вернули потому что тяжело сего ворот без нее строить поэтому приходится идти на риски риски заключается в том что можно получить 10 центнер кукуруз это однотонно бывали и такие года то есть это естественно в минус к сожалению ну первую ты указала зимой пшеница да когда я так понимаю достаточно серьезно площадь занимает относительно всей площади хозяйства а подскажи как вообще какие ожидания от перезимовки этого года вспоминаю прошлый год там были вопросы да вот как вот этот год оцениваешь если там опасения какие-либо либо какие настроения в целом перспективы хорошие перезимовал нормально зима была нормально но она еще и есть да еще февраль март еще у нас как правило да бывает частенько возвратные заморозки бывают приличные заморозки возвратные как например было в двадцатом году у нас там 10 апреля минус 14 было и очень много болей было повреждено особенно те которые вышли хорошие из зимы уже раскустившиеся полноценно они к 10 апреля они уже успели сформировать колосок и соответственно он был поврежден и урожайность конечно снизилась а те наоборот которые вышли слабые не раскущенные они немножко получается еще догоняли и они чуть полегче эти мороз перенесли но пока все хорошо в этом году даже немножко переувлажнение кое-где есть потому что у нас с октября там по сегодняшний день там 500 плюс миллиметров осадка выпало то есть это не норм это не норма да ну допустим отец рассказывает что раньше так и было в 90-е годы года если последние там лет 10-15 взять то такого вообще никогда не было очень редко бывает такое чтобы пшеница ну как положено да если там брать по физиологии да она же у нее же есть осеннее окущение весеннее окущение у нас осеннего окущения мы не получаем практически никогда раз в десять лет в основном да да в основном это шить с учетом как будут особенности да и тех изменений которые наблюдаешь планируешь ли ты как-то скорректировать либо поменять технологию возделывания основных культур которые которыми занимаешься да сейчас мы это такое трендовое направление наверное да об этом говорить то что там да какое сокращение затрат какой-то пока нет пока нет пока мы ничего не планируем менять мы ну скажем так мы уже обкатали да и последние несколько лет у нас получается довольно таки неплохой стабильный урожай получать на этой технологии которая у нас есть и поэтому ну к сожалению что-то сократить сегодня это значит урожайность понизить как бы на это идти не хочется потому что потому что я я в этом не вижу смысла скажем риски да 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 зачем если уже есть как бы работает она подскажи какой для тебя роль в технологии возделания культур занимает обработка семян целом подход к выбору обработка семян это очень важный пункт вообще в принципе как говорит мой учитель скажем тогда семенной материал это 50 процентов от урожайности да то есть в первую очередь чтобы получить хорошую урожайность нам нужны хорошие семена хорошие семена соответственно нужна хорошая защита так что как я уже сказал допустим но существует такое негласное мнение может быть да что на некоторых предшественниках можно не применять например фунгицидный протравитель ну по крайней мере у нас например в северной зоне такое выдует мнение у некрупных фермеров что например если мы выращиваем по подсолнечнику а зачем применять фунгицидный протравитель потому что то есть там нет болезни все нормально я конечно же с этим не согласен поэтому у меня вне зависимости от культуры это всегда инсектофунгицидный протравитель поэтому вариантов других нет то есть борьба с болезнями да конечно баланс вот к подходе да чтобы без сюрпризов без сюрпризов да я считаю что вообще применение средств защиты растений должно быть всегда профилактически потому что тоже там бытует мнение сегодня и в интернете тоже на разных ресурсах о том что да зачем работать не надо работать вот там надо просто контролировать смотреть и все будет нормально и там уже мы отработаем ну по факту я считаю и у меня как бы такое мнение сложилось что невозможно все проконтролировать а когда культура уже заболеет уже лечить там поздновато поэтому я считаю это всегда должен быть профилактика если вы конечно нацеливаемся на какие-то высокие результаты сегодня ты целый день провел в институте защиты семян поделись пожалуйста вот что на твой взгляд еще применимо к тому как бы видению при планировании технологии возможно какие-то дополнительные сервисы тебя заинтересовали да либо какой-то подход иной именно вот касательно защиты семян не хочу хвастаться но я очередной раз убедился что я вроде бы делаю все правильно вот я бы наверно так сказал не могу сказать что я не услышал ничего нового нет я опять обновил свои знания это всегда нужно делать я считаю потому что память человека как бы имеет такое свойство да что что-то поступает новое в нашу голову а это то что лежало здесь на видном месте оно перекладывается чуть-чуть вот сюда дальше поэтому в любом случае нужно всегда знание освежать и вот такие мероприятия вот этот визит который сегодня у нас получился он однозначно обновимые знания очередной раз и конечно это себя что-то еще и новое подскажи пожалуйста вот в принципе скажем когда рассматриваешь семенной материал готовясь к посеву насколько для тебя вот важно как бить результат фитоэкспертизы к примеру мы фитоэкспертизу делаем делаем не каждый год пока что еще вот в плане фитоэкспертизы я могу сказать что я для себя там какого-то вот однозначного стопроцентного мнения не выработал я думаю что может быть потому что я в том числе пользуюсь универсальными препаратами ну например так как максим форты тот же самый да там трехкомпонентник там уже в принципе все в нем есть чтобы защититься там от многих грибов да там если мы про грибные заболевания говорим вот ну и добавляется там инсектицидный еще как правило двухкомпонентный тоже ясно спасибо подскажи как ты относишься к цифровизации насколько применимо к тебе вот с точки зрения это однозначно за этим будущее но я пока работаю наверное больше по старинке меня есть журнал который я от руки все записываю каждую обработку расписывают где какие нормы где какие-то ветер погода и так далее то есть я вот все это от руки записываем мне пока так наверное удобнее пробовал разные сервисы от разных производителей в том числе вот и из крупсайс ну вот когда я пользовался им мне он показался немножко как сказать ну не то чтобы замудренным там просто очень много функций и вот я понял для себя что вот это не та программа с которой ты раз такой и все и начал сразу работать то есть там настолько много там наложение этих карт на карты требует внимание да то что если вы хотите в этой программе работать то однозначно ей нужно уделить время чтобы разобраться в ней но функционал там колоссальный конечно огромный и еще что важно при работе с такими программами конечно на мой взгляд нужна метеостанция потому что много функций интересных например как планирование выхода этом программа оповещает и мага выходит там да или там сейчас складываются погодные условия да прогнозирование лета там насекомых каких-то прогнозирование там болезней да вот такая-то влажность такая температура сложилась высокий риск там заболевания там какими-то определенными болезнями для культуры но опять таки все это накладывается же на метеостанцию ближайшую а например там вот когда я с той программой работал от нас ближайшая метеостанция там находилась по моему там 40 или 50 километрах соответственно да немножко как бы это коррелируется и конечно если с такой программой работать и есть метеостанция которая стоит ну хотя бы где-то посередине относительно полей то это ну да в принципе это как раз отражает твой подход к ведению то есть минимизация рисков да и конкретика супер очень здорово подскажи пожалуйста наверное такое опять же сегодня много что было да вы не там зоне обработки семян договорили и про препараты и в общем целом поменялось ли твое мнение вот о препаратах о формуляциях возможно я тоже сказал что она подтвердилась принципе если мы берем препараты и там компании сингента дата сингента это локомотив тоже такой не знаю на всего рынка можно сказать да и работая с этими препаратами уже тоже не первый год я же говорю для меня подтвердилось я у меня не было сомнений в плане качества и так далее вот честно скажу может что-то хочет пожелать нашей команде дальнейшем развития да конечно я желаю вам дальнейшего развития чтобы вы продолжали заниматься вот тем чем вы занимаетесь потому что это хороший опыт это знание очень классно то есть вообще вся атмосфера здесь и как все сделано аудитории шикарные то есть все очень классно и вы все очень обаятельные образованные люди и доступно рассказывать объясняет принимаете нас сегодня очень классно мне все очень понравилось вам только всего наилучшего конечно спасибо тебе огромное за столь высокую оценку рады были видеть гостях поэтому обязательно ждем еще раз в гости и надеюсь еще встретимся на твоих полях конечно приезжайте в гости мы тоже будем очень рады большое спасибо спасибо что пригласили